Добрый вечер. Сегодня у нас тема межпроцессовое взаимодействие в Node.js. И сначала пару слов о том, зачем же оно вообще нужно. Во-первых, межпроцессовое взаимодействие может устанавливаться между разными процессами одной информационной системы для того, чтобы координировать их работу. В Node.js это в основном речь идет о мастер-процессе и воркерах. Хотя вообще в межпроцессовом взаимодействии это могут быть не обязательно мастеры-воркеры, это может быть брокер и исполнители, или какие-то кастомеры, брокер и воркеры. То есть там могут быть абсолютно разные модели взаимодействия. И способы взаимодействия тоже у нас могут быть разные. Можно взаимодействовать через Unix-овые сокеты, можно взаимодействовать через TCP, через UDP. Даже, в принципе, я встречал варианты, когда один процесс другому присылает e-mail с куском JSON и тот отвечает на эту почту. Вы знаете, в Unix-Linux системы встроена почтовая еще система. То есть у них есть локальные почтовые ящики у каждого пользователя. Они могут друг другу слать письма. И способы взаимодействия могут быть очень разные. То есть можно взаимодействовать, допустим, еще через Memory Mapped Files, файлы, отображаемые в память. Это очень быстрый и эффективный способ взаимодействия, причем работающий как на Unix-Linux системах, так и на Винде. То есть это тот же самый способ, через который обычно с UBD доступаются к своим файлам или же SWOP организован. То есть это возможность из разных процессов один файл, находящийся на диске, отобразить в разное адресное пространство. И разные процессы могут писать или читать какие-то куски данных в этом файле. И таким образом друг с другом взаимодействовать. Но это понятное дело, как мы уже говорили в лекции про архитектуру, что взаимодействие между компонентами и связанность между компонентами может быть на уровне данных, на уровне вызовов и на уровне событий. Так вот, конечно же, если мы выбираем файлы, отображаемые в память, или вообще общие файлы между процессами, то такое взаимодействие, оно самое опасное, самое сложное и самое жесткое. Это значит, что все эти процессы, которые с этим файлом работают, они точно должны, во-первых, соблюдать определенный регламент. То есть они сами должны организовывать в этом файле какие-то флаги, которые, если один процесс поставил, что он записывает какую-то страницу или блок, или какую-то запись в этом файле делает, то если этот флаг стоит, то другие процессы туда не лезут. И, допустим, если какая-то определенная страница взята на эксклюзивное использование, то они себя одним способом ведут. А если кому-то другому в это время нужно записывать, то он у себя внутри своего процесса организовывает очередь, ждет, пока тот процесс отпустит. Ну, то есть это им нужно, во-первых, устаканить друг между другом протокол взаимодействия, форматы данных, структуры данных, то есть как они будут заниматься локингом структур и как они будут в одинаковом формате сериализуют в этот файл и записывают записи. То есть если у них случится рассогласование или по протоколу локинга, или по структурам данных, то, конечно, такое взаимодействие сразу распадется. То есть это файлы, отображаемые в память, это самый низкоуровневый способ взаимодействия. Ну, или же даже просто файлы, лежащие на винчестере. То есть, в принципе, тоже к межпроцессовому взаимодействию можно отнести, если лежит один файл, один процесс за ним наблюдает, когда файл изменится, а другой делает ему write или touch этого файла. И таким образом все остальные процессы узнают о том, что что-то случилось, и нужно этот файл перечитать. Но тут тоже, естественно, нужно оговаривать регламент доступа к этому файлу. То есть когда у него случается touch или write, это значит, что в течение какого-то периода можно будет этот файл последовательно читать, и он не изменится хотя бы какое-то небольшое время. То есть никто не начнет его там менять сразу же после первой записи. Какой-то должен быть тайм-аут для того, чтобы все остальные отработали и его считали. Ну, вы понимаете, потому что если кто-нибудь изменившийся файл начинает читать, а в это время его владелец опять начинает его перезаписывать, причем с середины, то могут быть прочитаны неконсистентные данные какие-то. Ну и кроме того, эти процессы должны договориться о каких-то контрольных суммах, о том, чтобы в начале файла была какая-то специальная сигнатура или контрольная сумма, которая говорит о том, что все прочитанное в дальнейшем находится в определенном состоянии, записанном в эту контрольную сумму. Ну, это один способ. Значит, второй способ — это файловые потоки, то есть stdin, stdout. Это тоже на самом деле межпроцессовое взаимодействие. И мастер, когда запускается, родительский процесс, может что-нибудь начать писать потоковым способом в тот child, который он запускает, отфоркал там от себя или же запустил отдельно. И, естественно, что если процесс, один процесс запускает другой процесс, у него есть возможность доступа к stdin и stdout этого процесса. Он туда может направить файл или, допустим, какие-то данные потоковые, пишущиеся из памяти. И считывать, естественно, то, что ему тот второй процесс будет перерабатывать эти данные и отвечать. Это второй способ. Есть еще способ взаимодействия через сокеты, и он наиболее универсальный, потому что если файловые потоки, они могут работать только в рамках одного сервера, то если мы свое приложение хотим расмасштабировать дальше, чем один сервер, то нам придется между процессами взаимодействовать уже через сокеты или через TCP или через UDP сокеты, то, что у нас было в специальной лекции по проектированию протоколов. Так вот, если у нас сразу же мы сделаем взаимодействие через TCP, то оно будет нормально работать и в рамках одной машины, и потом мы эти процессы просто размажем там на сотню машин, и они даже не заметят, что они взаимодействуют не с локальными процессами, а вот в другие машины лазят. То есть тут идентификация процесса уже будет происходить точно так же, как в TCP протоколе по IP-шник или хост и порт. А если это у нас внутри одной машины, то тут у нас просто хватает процесс ID для того, чтобы с ним взаимодействовать. Так, ну давайте уже перейдем к примерам. Я тут сделал несколько примеров на библиотечках для Node.js, Child Process библиотека, кластер библиотека, ну и Net библиотека, в которой у нас TCP-шное взаимодействие. Ну самое простое это с Child Process. То есть это библиотека, которая, она подгружается автоматически в любой процесс ноды, и мы ее можем зареквайрить при помощи require Child Process. Ну работает она всегда, потому что эта же библиотека и делает у нас объект, который называется просто процесс. Вот когда мы пишем процесс.чего-то в ноде, это мы тоже обращаемся к этому процессу. А Child Process позволяет нам что-либо форкать и взаимодействовать с ним, отсылать события. Ну что мы тут делаем? Мы для того, чтобы взять количество ядер у процессора, загружаем библиотеку OS. Вот мы взяли CPUs, у нас дает массив ядер, и мы взяли длину. Также библиотеку CP, Child Process, ну а тут мы печатаем просто ID своего процесса, чтобы понимать, как мы будем их форкать. То есть сначала распечатаем свой ID, а потом будем в цикле вызывать от нуля до количества ядер. Будем делать форки, Child Process.fork. Ну и мы тут можем на самом деле форкать любой джаваскриптовый файл. То есть будет запускаться еще один процесс ноды, и в нем загружаться уже этот джаваскрипт файл. И дальше у нас форк возвращает ссылку на Worker. Worker — это объект, точно такой же объект, как и, ну, это экземпляр процесса. Он одинаковый абсолютно с нашим процессом, который у нас вот тут вот есть. То есть и у одного есть PID, у другого есть PID, у одного есть write или on, и у другого точно так же. Ну и мы потом эти воркеры, экземпляры процессов складываем в массив workers для того, чтобы потом рассылать им задание. Ну мы тут смоделируем какое-то небольшое задание, которое будем рассылать на несколько процессов. Вот мы для того, чтобы это задание сделать, сделали массивчик и сделали массивчик результатов, который будем потом собирать со всех этих процессов. Ну мы для простоты будем всем одинаковое задание рассылать. А вы потом, если захотите, возьмете просто, сгенерируете какой-то очень большой массив там на десятки и сотни тысяч элементов и будете делить его на части для того, чтобы разослать эти части в дочерние процессы, а потом каждый из этих процессов как-то обсчитает этот массив, сделает там что-нибудь, какие-то вычисления и пришлет нам ответы, а мы их должны в правильном порядке склеить в results. Потому что, понятное дело, что в разных процессах обработка может идти с разной скоростью, поэтому мы отправим в одной последовательности, а вернется оно нам совершенно в другой может вернуться последовательности. То есть с разных процессов, сначала с седьмого, потом с третьего, потом с пятого, потом с второго, как угодно может вернуться. И мы должны будем по процесс ID найти, с какого ID-шника в results, по какой ID-шник нужно вставить кусочки в этот массив. Ну дальше у нас есть массив воркеров, мы проходимся по ним форычем, берем следующий воркер и шлем у него таск. Ну мы просто шлем ему этот массив. То есть мы даже в данном случае мы никак не говорим, ни что сделать, ничего. Ну то есть мы бы могли на самом деле сюда, в этот сент, как-нибудь закодировать операцию. Там написать do something task или do something data. Вот так вот. Это у нас объект. Мы этот объект можем передавать в сент. То есть у нас функция сент у воркера принимает просто объект. Естественно, что объект не может быть передан из одного адресного пространства в другой просто по ссылке. Что произойдет, если мы в сент вот такое вот запихнем, оно естественно сериализируется или в JSON, или в другой формат сериализации. Ну в данном случае он в JSON будет сериализоваться. Но мы можем придумать какой-нибудь свой формат. То есть мы сюда можем взять то, что нам библиотека v8, v8.serialize отдает. Там другой формат сериализации. Мы можем сюда придумать какой-то свой формат и сериализовать, и отдавать его в сент. Сюда можно не только объект передавать, а можно буфер передавать. Так, ну мы тут для простоты будем просто передавать просто task. Вот так. То есть у нас есть одна задача, один метод, который можно над этим task исполнить. И мы сразу задали, что он должен быть array, этот task. Дальше, когда воркер выйдет, мы скажем, что такой-то процесс завершился, и нам еще отдастся код завершения. Ну то есть если вдруг воркер завершится с кодом неравным нулю, то мы теоретически можем захотеть его перезапустить и опять прислать ему задание. Потому что он мог выпасть с ошибкой. Ну выпасть с ошибкой он мог по той причине, что у нас код неправильно написан, и еще выпасть с ошибкой он мог по той причине, что ему не хватило каких-то ресурсов или файл был какой-нибудь залочен, он не смог обратиться куда-то по сети, что-нибудь прочитать. Ну вот в зависимости от того, что за код ошибки, мы можем как-то по-разному действовать. То есть можем перезапустить его. Ну и дальше, когда нам воркер будет присылать месседжи, мы тоже подписываемся на это событие, и этот месседж будет приходить вот сюда вот. Ну и естественно, этот месседж это тоже объект, который в такой же самый send передан только с клиентской стороны. И он тоже уже десериализирован. То есть это тоже живой объект, у которого есть поля, то есть бывший в том процессе тоже дживоскриптовым объектом. Ну и тут просто, когда мы ловим какой-то месседж, мы говорим, что вот от какого воркера он приходит, и сам этот месседж выводим на экран, и пушаем результаты. У нас к этому месседжу приклеено поле results, и мы его пушаем в наш массив. Дальше смотрим, что если у нас количество результатов в результирующем массиве равно количеству ядер, то тогда выходим успешно из мастер-процесса. Ну и дальше, если все это не случилось за 5 секунд, то мы с ошибкой выходим из процесса. Это исключительно такой вот код демонстрационный, который раздаст всем задачи, ну, нафоркает чайлдов, раздат всем задачи. Если они с этими задачами не справились за 5 секунд, то он их тоже позавершает. Когда мы делаем процесс exit из мастер-процесса, то его все воркеры тоже получают сигнал. Ну, они на самом деле, они могут, если они подвисли, или, допустим, специально не реагируют на сигналы, они могут остаться. То есть не обязательно, что они при этом выйдут. То есть по-хорошему мы должны из мастер-процесса их погрохать принудительно, то есть разостать им 9 сигнал для того, чтобы они там уже точно повыходили. Их операционная система принудит к этому. Теперь посмотрим, что у нас делает воркер. Воркер говорит в консоль, что привет из такого-то процесс ID от воркера, а потом вот все вычисления, которые воркер умеет делать, это он умеет какой-то item array умножать на 2. Вот такой. И дальше, если к нему, к этому воркеру приходит какое-то сообщение из мастера, то он его может читать вот таким вот образом. Process on message. Точно так же, как у нас там было воркер on message, то у child-процесса мы прямо из процесса можем это читать. И к нему сюда опять приходит распарсанный вот этот месседж в виде объекта. Мы тоже говорим, что такой-то воркер получил сообщение, вот этот текст сообщения. Мы это говорим, почему каждый раз мы выводим процесс ID, потому что у нас все воркеры будут в одну консоль писать. Потому что они все тут объединены, запущены из одного процесса. Естественно, что консоль у них будет одна и та же. По умолчанию форк передает ту же самую консоль, которая была у мастера всем своим child-процессом, и они в нее же будут писать. Поэтому перед каждым вот этим вот логированием на экран мы будем выводить какой процесс. Может, конечно, такое случиться, что один консоль лог случится из одного процесса, потом он прервется другим процессом, и в эту же консоль попишется из другого процесса другое сообщение. То есть тут мы еще раз встречаемся с такой штукой, что на самом деле консоль лог – это синхронная операция. То есть это не асинхронная, как можно было бы подумать, с джаваскриптом, а это вывод на экран. А так как консоль может быть разделяемой у разных процессов, поэтому они друг друга могут прерывать и выводить в одну и ту же консоль. А это значит, что они взаимодействуют. И что для того, чтобы в одну консоль выводить, у них есть где-то ожидание. Пока один процесс выводит, другой ждет, как минимум какой-то кусок он ждет. И между этими консоль логами может втиснуться другой процесс. Так, что мы теперь делаем? А, мы берем вот этот месседж. Это, собственно, сообщение от другого процесса, от мастера. Из него читаем поле task. Это у нас array. Мы этот array мапаем через функцию умножения на 2 и результат сэндаем опять в мастер процесс. Процесс.сэнд. Запустим это дело. Так. Мы сейчас запустим мастер, и он запустит воркеры. Так. О! Ну, видим, что тут произошло. Вот запустился мастер 31500, и он запустил раз, два, три, четыре воркера. Те сказали приветы. Все перемножили матрицу на 2. Ну, сначала, во-первых, мастер рассылает им матрицу, не умноженную на 2. Потом те начинают ее умножать и присылать опять в мастер процесс. Но тут вы видите, что происходит это очень сильно непоследовательно. Вот уже после того, как один из процессов уже все подсчитал и вернул эти результаты в мастер, видите, это мастер написал, что месседж фромворкер такой-то. После этого уже вдруг оказалось, что нафоркался вот 31514 процесс, и он только начал привет говорить в этот момент. То есть, вот тут привет еще из одного, вот привет еще из одного. Ну, на самом деле, это у меня так получилось, вполне могло так случиться, что сначала все приветы придут, а потом все результаты придут. Ну, они могут, на самом деле, в разном порядке. Мы сейчас вот их можем позапускать. Видите, они по-разному запускаются. О, видите, тут приветы пришли вот такой пачкой. А вот тут, кстати, случилось и разбиение на части. Месседж фромворкер такой-то, а сам месседж чуть-чуть ниже. Сейчас, 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 сейчас. А, нет, разбиение на части тут не случилось. Ну, может случиться. Вот можно где-то проследить. Такое, что, допустим, привет от воркера такого будет в одной строчке, потом что-то другое попишется, а потом вот эта строчка появится. Месседж to worker такой-то. То есть, они последовательно из одного процесса выводятся, туда может что-то втулиться. Так, ну, тут, на самом деле, все воркеры делают одно и то же. И, как бы, это для простоты. Для того, чтобы они делали разное, во-первых, у нас сама задачка, ну, можно взять любую задачку из вычислительной математики. Допустим, там какой-нибудь обсчет матрицы, матрицу эту делить на кусочки, рассылать в разные процессы. Ну, естественно, каждую задачу тогда нужно будет маркировать каким-то идентификатором. И у нас мастер-процесс должен держать список задач, на которые он разделил основную матрицу. И если каждый воркер в течение какого-то таймаута не отвечает, то он должен его прибить и запустить один воркер еще. И дождаться. Или, допустим, какой-то воркер уже что-то посчитал и вышел, и у него теперь есть свободные ресурсы. Можно туда еще одну задачу послать. То есть вы тут можете написать себе такой менеджер, который будет распределять эти задачи по воркерам. Ну, и в общем случае можно так сделать, чтобы эти воркеры не выходили каждый раз, когда они что-то решили, а оставались висеть и ждать следующей задачи, когда к ним еще кто-то постучится и еще сделает этот таск. Кроме того, можно эти задачи проименовать и потом сделать внутри воркера, тут сделать маршрутизацию. То есть мы будем читать message.command, то есть какую операцию нужно сделать. И message.data, это значит, какие данные в эту операцию помещать. Ну и потом, тут задача может делиться на разные операции, и одной операции может быть много экземпляров, и они могут рассылаться на эти воркеры. Кроме того, может быть такое случится, что воркеров меньше, чем частей, на которые мы разделили задачу. Мы не обязательно должны делить по количеству воркеров, а можем делить задачу, допустим, на 10 частей, а воркеров у нас там 4. Поэтому мы сначала передаем первые 4, потом вторые 4, а потом еще вот 2 в какие-то 2 воркера, которые раньше освободились. То есть можем мы вот так вот сделать. Так, ну попробуем теперь то же самое сделать при помощи библиотечки cluster. У нее есть небольшая разница. Когда мы подгрузили вот так вот cluster. В смысле, cluster равно require cluster, у нас у самого объекта, который вернулся из этого require, есть два флага. Один флаг из master, а второй флаг из worker. То есть если мы в child process делали как? Так, у нас master форкал другой дживоскриптовый файл, worker. И там не нужно было спрашивать это, как происходит, ну то есть что именно запускается у нас, worker или master. Ну то есть управление попадало в worker, это понятно. А в кластере, когда мы делаем fork из кластера, то управление всегда попадает на один и тот же файл. То есть вот мы, если пойдем в ветку с master тут, посмотрим, что, где у нас происходит fork. Видите, происходит просто cluster.fork. И клонируется в данном случае вот этот процесс. Ну процесс, у которого точкой входа является multi-core. То есть когда мы пишем node multi-core, то запускается вот именно этот файл и смотрит. Если это master процесс, то нужно require master. Если это child процесс, то нужно require worker. Можно тут написать по-другому. Можно написать cluster.isworker. То есть можно и так, и так проверять. Это обратные флаги, булевские обратные абсолютно. Так, смотрим, как тут master написан. Ну тут понятно. То есть os и кластер подгружаются, точно так же распечатывается ID-шник этого процесса. Точно так же проходимся в цикле и fork'аем, только fork'аем свою же точку входа, тот же самый процесс. И точно так же заготовили эту задачу, заготовили массив для результатов. воркеры, которые порождаются кластером, имеют ту же самую структуру. Это экземпляры того же самого класса, который и child process делает, потому что библиотечка cluster – это обертка над child process. Поэтому мы тут можем, допустим, даже вывести консоль dir. Давайте выведем воркер, как он выглядит. Кроме того, что она там посчитала, видите, для каждого воркера она вывела структурку. Во-первых, мы видим, что этот класс называется worker. Мы видим, что у него есть ID-шник. Вот такой обычный ID-шник – это его ID внутри кластера, внутри нашего пучка процессов, которые начали запускаться. Но кроме этого, у него есть еще PID. А PID у него… То есть мы должны написать worker.process.pid, и там будет ID-шник операционной системы. Ну, кроме того, видите, мы имеем ссылку на stdio, имеем ссылку на pipe, через который мы можем читать, писать. Ну и этот child process еще является, как вы видите тут, экземпляром event-эмиттера. У него, видите, есть events count и так далее. Ну да, у него есть еще методы on, но их тут не видно, потому что они наследуются от прототайпа. То есть у child process протопайп ссылается на event-эмиттер, и там есть еще куча методов, которые у него наследуются от event-эмиттера. Так. Что у него есть еще тут интересные штуки? Есть у него exit code, сигнал, connected – это true или false, подсоединен ли он к своему мастер-процессу, потому что вот эти pipe, которые между ними устанавливаются, они могут и отключаться. И worker может отключиться от pipe и перестать слушать сообщения вот своего мастер-процесса. Так, что у него тут еще есть? Ну, у него есть send и подчеркивание send. Ну, понятное дело, что подчеркивание send – это системная штука. А, вот чтобы отключиться, нужно дисконнект вызвать, да. И ты от своего pipe, от своего мастер-процесса отключишься. Или мастер-процесс может отключиться от своего worker и больше не передавать туда никаких сообщений. Так, посмотрим. Да, давайте прибьем вот эту штуку с worker и посмотрим дальше, как она написана. Точно так же распечатывается задача, точно так же печатается ID процесса, ловится он message, пушается задача… А, точнее нет. Это когда у нас из мастера мы ловим message от worker'ов, да. То есть это уже ответы, результаты. Мы эти ответы пушаем просто в array результатов наших. Ну, и когда доходим до конца, делаем process exit 0. Вы видите, код абсолютно такой же, просто библиотека, которую мы используем теперь, не child process, а кластер. Поэтому, ну вот для IPC я хотел показать, что можно использовать и то, и то, но на самом деле мы все равно будем использовать child process. Только тут мы используем обертку вокруг child process, кластер. Зачем она нам может быть нужна? Если нам нужно передавать хендлы файлов, хендлы сокетов между процессами, нам лучше использовать кластер, потому что у него есть для этого автоматизированные средства. То есть если мы хотим принимать запросы при помощи библиотечки net или http или там другой библиотечки сетевой в мастер процессе и передавать их в child или наоборот, кстати, из child брать, передавать в мастер, а тот, допустим, другому child передаст. Такое тоже может быть. То есть к одному мастеру может быть подключено несколько child, и они могут этими хендлами друг между другом обмениваться. Один воркер прислал в мастер, а тот перенаправил в другой воркер. И этот клиентский сокет, который был открыт в одном процессе, он попал в другой процесс. И там мы его, этот хендл, просто инжектнули в экземпляр нетовского сокета, клиент сокета, и он стал как обычный созданный в этом процессе сокет, в который можно делать там onData, значит, события onEnd, там onTimeout, send туда делать, read из него, ну и так далее. То есть, когда у нас все это сделано при помощи библиотеки Cluster, нам проще передавать вот эти хендлы, там очень много автоматизации происходит, и это я вам покажу, когда у нас будет лекция по кластеризации именно сетевых приложений и написанию HTTP-шных и сетевых серверов на Node.js. А вот для таких распределенных вычислений нам лучше всего, скорее всего, использовать просто обычную библиотеку Child Process, потому что тут у нас воркеры, они не работают с сетью, они просто выполняют какие-то задачи от мастера. Они не работают с клиентскими подсоединениями. Так, ну и Child Process и Cluster, обе этих библиотеки, они работают, естественно, в рамках одного компьютера. Даже не просто одного компьютера, а одной операционной системы. Если вы поместите что-нибудь в виртуальные машины или в контейнеры, то между этими виртуальными машинами и контейнерами они не смогут передавать, значит, взаимодействовать. Если вы специальным образом не настроите это взаимодействие. То есть можно, как бы, если в рамках одной машины там несколько контейнеров, чтобы они взаимодействовали, но это нужно и права настроить, и все это специальным образом сконфигурировать. Но если у вас стоит задача распределить вот эту систему с воркерами или там с брокером и воркерами, или консумерами и воркерами, которые там взаимодействуют для каких-то общих вычислений, на большое количество серверов, то самое лучшее, что вы можете сделать, это использовать TCP. Потому что, написав такое локально, оно потом у вас абсолютно прозрачно распределится на множество компьютеров. Посмотрим, как тут написан. Тут клиент и сервер нужно запускать абсолютно отдельно. Так. Что у нас тут в сервере? Мы делаем вот такой объект. Делаем TCP-шный сервер на 2000-м порту. Когда к нему коннектится кто-то через TCP-шный сокет, мы выводим его IP-шник и мы сериализуем объект пользователя в строчку и делаем в write в этот сокет. А также, когда из сокета нам приходят данные, то мы их должны забрать в строку и распечатать в консоль. Так. А что у нас в клиенте делается? В клиенте у нас создается экземпляр сокета, коннектится вот на localhost, на 2000-й порт. Дальше, когда connection произошел, то мы в этот сокет делаем вот такой в write и ждем, когда к нам придут данные. Как только данные пришли, мы их берем в строчку, распарсиваем, говорим, что получены данные клиентам. Вот они. Ну, тут они в виде буфера придут. Потом мы их преобразовываем в строку. Вот тут toString мы их печатаем в виде строки. А дальше мы их еще в виде объекта печатаем. Вот смотрите, у нас message пришел, в смысле data пришел вот отсюда в виде буфера. Мы его из буфера перегнали в строку, а потом мы его десериализовали вот так вот через JSON parse. То есть у нас сейчас есть буфер, строка и объект. И в них одно и то же хранится. Отсюда мы выводим буфер, отсюда строку, а отсюда поля объекта. Ну, так, чтобы показать, что и так, и так, и так работает. Ну, то есть когда у нас все это сделано на библиотечке Child Process и Cluster, там вся сериализация происходит автоматически. А если вы делаете это через сокеты, вам нужно уже работать с буферами, строками и, значит, с реализацией и десериализацией вручную работать. Так, ну, давайте тут сделаем еще одну консольку. Так. И справа запустим сервер. Вот. А слева запустим Client. Видите? Один Client что-то посчитал. Вот мы вышли. Второй запускаем Client. Выходим. Третий Client. Вот сюда приходят буферы. Вот они, шестнадцатеричные такие. А вот мы их в виде строчки выводим. Ну, и точно так же тут. Так. Стопаем все это дело. И... Сейчас, сейчас. О. И давайте это обобщим. Значит, в данном случае у нас межпроцессовое взаимодействие мы посмотрели через встроенное в операционную систему IPC, то есть униксовые сокеты, двумя способами. при помощи child process и при помощи кластера. И то, и то это взаимодействие через сокеты операционной системы. И TCP-шный способ. Какие еще могут быть способы межпроцессовое взаимодействие? Можем UDP пакеты слать. Можем писать, читать файлы в файловую систему. И еще межпроцессовое взаимодействие может быть на уровне базы данных. То есть мы можем что-нибудь, ну, устанавливать connection с базой данных и писать, читать туда. И там у нас уже есть и транзакции, и вызов удаленных процедур. Ну, то есть это тоже на самом деле межпроцессовое взаимодействие, просто оно реализовано через базу данных. Так, какие еще способы могут быть? Можем взаимодействовать через потоки ввода-вывода. Да, это я сказал. Сеть, файлы. Ну, в принципе, все. Наверное, все остальные сводятся уже к этим способам. То есть если мы делаем взаимодействие через e-mail, как я говорил, да, то это тоже сетевой способ. То есть у нас в данном случае это подразновидность TCP-шной связи. Но у нас еще есть тогда почтовый сервер, который, собственно, занимается передачей между клиентом и сервером или между многими клиентами и сервером вот этих вот сообщений. Мы можем использовать еще, конечно, какие-то внешние message-queuing системы. То есть ZeroMQ, RabbitMQ или же какую-нибудь систему, которая может нам строить сетевые взаимодействия и очереди. Потому что очень часто у нас воркеры, они загружены какой-то задачей, и они не сразу могут реагировать на то, что им сервер дает какие-то задачи. А должна организовываться очередь. То есть как только освобождается свободный воркер, мы еще не знаем заранее, какой воркер возьмет эту задачу. То есть задача становится в очередь, и только там, значит, свободный воркер какой-то появился, он читает из очереди эту задачу, и она удаляется. И остальные ее уже не видят, не могут прочитать. Точно так же он свою задачу сделал и в эту очередь опять пописал, и тогда уже сервер вычитывает оттуда результаты и смотрит. Если, допустим, за какое-то время никто эту задачу из очереди не вычитал, то сервер может ее там дропнуть или, допустим, перепослать, или запустить дополнительные воркеры, которые будут, скажем так, то есть он может нарастить вычислительные мощности, запустить больше воркеров, чтобы они быстрее разгребали эту очередь. Ну вот, собственно, это практически более-менее полный обзор межпроцессового взаимодействия. Ну и понятное дело, что если вы хотите писать распределенные системы, то это какое-то начало введения в эти вещи. Вы можете взять из курса численные методы, у нас он читается на всех кафедрах, я думаю, любой численный метод, который предполагает деление задачи на части и прийти к своему преподавателю по численным методам и показать, вы это сделаете на ноде, расфоркаете эти процессы, во всех посчитаете части, потом сведете эту матрицу в общий процесс, покажете, вот видите, у меня есть распределенные вычисления. Уже несколько лет, на самом деле, по договоренности с преподавателями кафедра технической кибернетики, вот мы так делаем, ну кто-то берет те примеры, которые я даю в этой лекции, и алгоритмы, которые дают преподаватели по численным методам, все это скрещивают и делают вычисления. Конечно же, делать именно вычисления на ноде – это не совсем хорошая идея, но тут хороша только в одном плане, в том, что она дает нам возможность взаимодействия межпроцессовое сделать достаточно эффективно. А если вы хотите внутри еще вычислительные процессы как-то оптимизировать, то вам, скорее всего, нужно будет это написать на C, на C++, на Rust или на каком-то другом языке, встроить это как модуль в ноду и оттуда вызывать. Ну, скажем так, межпроцессовое взаимодействие именно в ноде, которое не касается вычислений, а касается только работы с асинхронным вводом-выводом, с файловой системой, с базой данных, с сетевыми протоколами, можно прямо и писать на JavaScript, и это будет достаточно эффективно работать. То есть там, где у нас JavaScript просто склеивает все эти сетевые и дисковые вызовы, там вполне можно все это и на JavaScript написать, и там, где речь не идет о каких-то высокопроизводительных вычислениях на процессоре или же на графической карте. Так, ну, наверное, это все, и там через минуток пять можно будет задавать вопросы. Спасибо.